В данный момент мы подготовились к Новому году, установили елочку, но в дальнейшем мы планировали здесь поставить вдоль окон цветники и заказали сюда декоративный водопад. Водопад непростой, итальянский. Именно там предприниматель Станислав Федосов увидел арт-объект, который захотел поселить в центре Благовещенска. Пока же на его месте праздничная ель. Здесь же растяжка из гирлянд и другой новогодний декор. Получилась уютная фотозона, которую создали после того, как два киоска объединили одной стеной в рамках реконструкции торговых точек, стартовавшей в прошлом году. Первоначально мы начали с благоустройства автостоянки, после чего произвели укладку тротуарной плитки и занялись реконструкцией фасадов. На него пришлось потратиться. Металлические рейки, стилизованные под дерево, заказывали в Новосибирске. Всего за них выложили около полумиллиона рублей. Но, как признается владелец кафе, они того стоят. Покрыты трехслойным полимером для долговечности. Гарантия на материал – 30 лет. На века обшили и первый слой обновленного фасада алюкобондом. Сверху покрыли темно-графитовой краской, чтобы сочетаться с общегородским стилем. Павильон у нас уже находится давно. Проходимость здесь большая, поэтому они уже сами по себе требовали реконструкции. Но хотелось что-то в современном формате, в современном стиле. Всем людям приятно ходить и находиться на чистых, убранных территориях, на благоустроенных территориях с красивыми цветниками. Поэтому мы стараемся делать все для наших клиентов, для жителей города. Следят и за чистотой своей территории. Уборку вокруг двух небольших ларьков по 35 квадратов наводят два дворника. Поэтому на тротуаре никогда не бывает наледей и снега. При обильных осадках вызывают на подмогу транспорт со стороны. Вкладываться в бизнес не только внутри, но и снаружи призывают и других предпринимателей. Уверены, это залог и чистой совести, и хорошей выручки. Екатерина Борисова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».